МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа на стороне закона. В ближайшие несколько минут расскажем о происшествиях в крае. Меня зовут Вячеслав Ширяев. Здравствуйте. Теперь на койку, пока больничную. На днях неадекватная женщина напала на школьника с молотком. Эта история напугала и учеников, и их родителей. Сегодня мэр города Краснодара взял ситуацию под личный контроль. Узнал, что позавчера возле лицея номер 4 бывшая завкафедрой педиатрии медакадемии напала с молотком на второклассника и стала затаскивать его в подъезд. За ребенка вступилась случайная прохожая. Молоток сумел вырвать 11-классник. Уже обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять меры. Ситуация будет под личным контролем. Речь идет о безопасности детей. В настоящее время женщину поместили в специальное медицинское учреждение. Также полицейские завели на нее уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до двух лет. Следствие продолжается. Закрывай меня скорей. Кубанская столица минувшим вечером не досчиталась двух баров. Их настигла карающая рука закона. Соответствующие органы опечатали двери. Всему виной нарушение антиковидных мер. Ночные клубы, несмотря на запреты, принимали гостей после полуночи и не заботились о социальной дистанции. Их владельцы теперь не увидят прибыли целых 80 дней. Одно из заведений попадает под пристальный взор правоохранителей не впервые. В августе была проведена проверка, в ходе которой установлено, что свою деятельность заведения на настоящий момент ведет нелегально. В связи с чем был возбужден административный материал. Однако администрация учреждения, указанное предписание суда, не выполнила. Возбуждено еще одно административное производство. В закрытии клубов участвовали и сотрудники прокуратуры. Хозяева и персонал баров до последнего не хотели мириться с подобным положением вещей. Например, в одном из заведений сотрудники попытались затаиться, выключили свет и вывели последних посетителей. Помимо приостановки деятельности, владельцев злачных мест ждет и административный штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Если и после вынужденного простоя руководство не поменяет свою политику, то бизнес могут прикрыть насовсем. Если по соседству с вашим домом или квартирой шумно, как в баре, то вы можете пожаловаться своему участковому. А вот как его найти, расскажем прямо сейчас. Как узнать, где находится опорный пункт, где находится непосредственно участковый? Каждая территория подразумевает разделение на отделы полиции. И отделы полиции уже делятся на участковые пункты полиции. Узнать, где и как расположены участковые пункты полиции очень просто. Можно зайти в любой мессенджер-навигатор. Сейчас это практически на всех мобильных телефонах, даже бабушки нас так могут найти. Они могут вести полицию, им покажутся геолокации пунктов полиции, включая участковые пункты полиции. Они будут чуть-чуть меньшего размера. Но вы все-таки увидите, что это участковый пункт полиции, обслуживающий вот эту территорию, где вы рядом находитесь. Это путем геолокации, путем сайта. Допустим, в Краснодарском крае 23 МВД РФ зашел, посмотрел. Там ты можешь найти своего участкового, который обслуживает ту или иную территорию, которая требуется гражданину. Он заходит, вводит территорию, находит своего участкового. Там же на сайте МВД есть телефон служебный участкового пункта полиции, либо самого личного участкового адрес, где находится пункт полиции. То есть, если гражданину надо подать заявление именно участковому, он приходит либо в пункт полиции, там по приему, во временные рамки, там для приема граждан. Есть определенное время, когда сотрудник полиции... Есть работа с документами, есть прием граждан. И когда сотрудник полиции будет находиться неукоснительно в это время, ждать своих граждан, они приходят, пишут заявление. Либо граждане могут вызвать на место участкового, когда произошло какое-то происшествие. Скандал, драка, нанесение телесных повреждений. Да, вот это в основном по каким причинам вызывают участкового? И по каким? Вот давайте так, положа руку на сердце, не стоит беспокоить лишний раз. Вот, наверное, для... чтобы таких эксцессов не было, просто так не вызывать участкового, да, можно, конечно, зайти, полистать там в интернете. И так же эти случаи, они, ну, до смешного, может, доходят где-то. Где-то просто люди, ну, просто от незнания закона звонят в полицию, ввиду того, что им некуда просто позвонить. Тогда они могут позвонить своему участковому, он их проконсультирует, куда можно обратиться. Ну, если они там жгут траву. Участковый выйдет, он зарегистрирует материал проверки, направит его там, либо в администрацию, либо в Министерство чрезвычайных ситуаций. То есть люди у нас первым делом просто вызывают полицию на место. Там полиция уже выйдет, разберется. Выйдет либо участковый, либо другие наряды полиции. И вот они уже будут разбираться с этой, ну, какой-либо ситуацией. Ну, если положа руку на сердце, все происшествия на территории обслуживания участкового заслуживают так или иначе его внимания. То есть это же его участок, он за него в ответе, за этих граждан. И во время профилактического обхода, либо дежурства участкового, он, выходя на вот эти вызовы граждан, знакомится с этими гражданами. Это первая, наверное, такая задача, когда ты вышел, гражданин узнал тебя, ты узнал гражданина, ты ему вручил визитную карточку свою. В следующий раз он не будет уже звонить, не будет отвлекать там дежурную часть. Он позвонит тебе, попросит либо помощи, либо просто спросит, что ему делать, как, куда обращаться. Ну, в создавшейся ситуации. Если там действительно требуется помощь полиции, незамедлительно участковый выходит, собирает материал, регистрирует это заявление, ну, о преступлении, либо о происшествии. Если там ничего нету, ну, то есть выходит сотрудник, он выйдет туда, ну, там, допустим, два человека, они поделили там лестничную клетку, словесный конфликт, больше ничего нету, нету ни состава преступления, ни административного прошения. Он тогда придет, как вы говорите, погрозит пальчиком, спрофилактирует, спрофилактирует, чтобы в дальнейшем эти же люди, не дай бог, в этот конфликт не переросло что-то серьезное. Потому что каждый маломальский конфликт путем вот этих неприязненных отношений соседских может перевести потом в очень тяжкое преступление. Пора платить по счетам. Судебные приставы в Краснодаре арестовали внедорожник-должника. Мужчина нажил себе проблему на шестизначную сумму. Автомобиль погрузили на эвакуатор прямо под окнами неплательщика и увезли. Судебные приставы центрального городского отдела возбудили пять исполнительных производств на гражданина, который задолжал порядка 300 тысяч рублей. И только после изъятия его элитного внедорожника мужчина одумался и оплатил все свои долги одной квитанции, включая исполнительский сбор. Мужчина не смог пережить расставание со своей ласточкой. Уже на следующий день квитанция об оплате долга лежала на столе у судебного пристава. Позже авто вернули его владельцу. На ростовском шоссе в краевом центре произошло серьезное ДТП. Водитель ВАЗа, двигаясь с превышением скорости, не заметил стоящую иномарку. От удара немца отбросило на отбойник. К счастью, никто не пострадал. О других происшествиях прямо сейчас. Что-то надо менять на перекрестке Дзержинского и Стахановской. Но, возможно, менять надо стиль вождения некоторых водителей. И сам злосчастный участок ни при чем. Вот очередной пример того, как поторопившись, можно надолго застрять на одном месте. Итак, вышеназванное пересечение полночью. Два автомобиля стоят в ожидании окна, чтобы проехать улицу Дзержинского. Стоит сказать, что движение в это время вряд ли можно назвать оживленным. Мимо проезжает легковушка. Водитель серебристого седана решает не медлить и давит на газ. В ту же секунду сильный удар от коммерческого перевозчика, идущего по главной, прерывает задуманный план рулевого седана. Любопытно, что первым на произошедшее среагировал водитель белого такси. Вышел, осмотрел свою машину, убедился, что все хорошо, и уехал. А участникам ДТП еще долго стоять без движения. Оформление документов, вызов эвакуатора – все это еще впереди. Авария, которой могло и не быть. Именно так озаглавим следующий случай в нашем обзоре. По улице Мачуге, перестраиваясь, движется красный кроссовер. Первая попытка увенчалась успехом, а вот со второй вышла осечка. Поворачивая направо, водитель паркетника не учел, что справа движется еще один автомобиль. Предположим, он его просто не увидел, что и привело к столкновению. От этого красное авто вылетает на тротуар и останавливается одновременно о дорожный знак и вывеску увеселительного заведения. Понятно, что теперь его рулевому не до веселья. В растерянности, скорее всего, прибывает и шофер такси. Он не покидает салон. За него это делает пассажир, который превращается в пешехода. На некоторое время эта участь ждет и участников аварии. Подобное ДТП, что и в предыдущем случае, произошло на Бородинской улице. Как известно, перед пешеходным переходом всегда разметка из прерывистой переходит сплошную. Это значит, что перестраиваться из ряда в ряд или совершать иные маневры запрещено. Но, судя по всему, это не касается водителя темной иномарки. Не обращая внимания ни на разметку, ни на идущую параллельным курсом «Газель», он предпринимает попытку перестроения. Конечно, избежать аварии не удалось. Виновник ДТП и исследовавший за ним микроавтобус замирают на месте. «Газель» же по инерции проезжает пару десятков метров и тоже останавливается. Рулевой темного седана покидает салон машины, осматривает повреждения и отбрасывает с дороги, отлетевшие от машины части. По прошествии получаса водители договорились и разъехались. Зачастую невнимательность становится причиной ДТП. Особенно бдительным следует быть при проезде пересечений дорог. Пример прямо сейчас. Сложный нерегулируемый перекресток. Водители с большой осторожностью проезжают данный участок. Но находятся те, кто, не убедившись в безопасности, начинает движение, что приводит к печальным последствиям. Серебристый хатчбэк, выезжая с авторостепенной, не предоставляет преимущества внедорожнику. Не заметить большую машину сложно, но, оказывается, можно. В итоге сильный удар. А учитывая разные весовые категории, можно представить, как пострадала легковушка. Забегая вперед, отметим, что она покинула место ДТП на эвакуаторе. А тем временем собиралась пробка, доставляя другим участникам движения дополнительные неудобства. Похититель женских сердец и денег. В Тихорецке задержали местного Казанова. После свиданий с ним у девушек пропадали ценные вещи. Мужчина приходил в гости к потерпевшим, а на обратном пути набивал карманы украшениями и деньгами. Суммарная выручка от свиданий составила более 280 тысяч рублей. Правоохранители задержали 18-летнего героя-любовника в собственной квартире. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. На сегодня это все. Увидимся завтра.